Приветствую вас, и вообще говоря, вообще говоря, так вот, если немножко отвлечённо посмотреть ситуацию, то вера это крайне ненадёжная вещь. В плане того, что сегодня мы верим, а завтра мы не верим, вот, понимаете? Так что сегодня мы верим в одно, завтра мы верим в другое, и я полагаю, что отраться на веру, а в вопрос своих сил не самое лучшее решение. Потому что можно ошибиться, вот, можно неправильно истолковать свои действия, можно неправильно истолковать свои возможности, вот. И, соответственно, получить негативный опыт. Так что я думаю, что если вы хотите уверенно себя чувствовать, вот, то имеет смысл оправиться не на веру, а на конкретные результаты. Ваших действий. Вот. То есть, что значит конкретные результаты. Ну, здесь отчасти из области когнитивной психотерапии мы пойдём, зайдём, точнее, вот. И, скажем сразу, что люди, которые не верят в собственные силы, они, как правило, заметьте, как правило, не говорю, что это обязательно касается вас. Вот. Вот. Как правило. Такие люди ставят себе довольно, довольно абстрактные цели. Довольно абстрактные задачи, довольно отдалённые, отстранённые задачи, которые далеко не всегда, к сожалению. Получается, в приемлемый срок для человека, приемлемый для человека срок решить или добиться, достичь. В следствии чего возникают сомнения, в следствии чего возникают неуверенности и так далее. И, таким образом, первое, первое, на чём стоит сосредоточиться и первое, на что стоит обратить внимание, это именно на постановскую задачу. Именно на постановку цели. То есть, какие цели вы ставите себе, какие задачи вы перед собой устанавливаете, вот. Что это за задачи? Что это за цели? Какие цели? Какие они? Какие это цели? Какие это задачи? Вот. Какое значение это имеет для, ну, например, для вас? Например, для вас. Лично для вас. Да? Вот. Как вы относитесь к их возможному и невозможному, значит, решению? То есть, как вы относитесь к тому, что вы можете их решить, да, цели и задачи? Понимаете? Ну, вот. То есть, как вы воспринимаете возможность неудачи для себя? Лично. А может быть, вы вообще не воспринимаете возможности, или лучше сказать, вероятности поражения? Если так, то это, конечно, весьма-весьма негативный аспект, потому что, по сути, это означает, что вы не готовы к поражениям. А неготовность к поражению, это всегда достаточно болезненно, это всегда в некоторой степени детская позиция. Вот. Поэтому тут вот обязательно такой аспект. Это первый, но не единственный важный момент, который я хотел бы затронуть. Второе важное, на чём нужно заострить внимание, в том числе и ваше, это то, что касается обратной связи. То есть, насколько, насколько вы чувствуете обратную связь от того, что вы делаете, если вы делаете. То есть, ощутима ли это обратная связь? Можно ли её, например, как-то измерить? Можно ли её как-то прочувствовать на себе? Какая она? Это обратная связь. Что из себя представляет она? Это обратная связь. Я имею в виду, как она воспринимается вами. Обратная связь. Всё та же обратная связь. Как она воспринимается вами? В хорошем ли смысле? В плохом ли смысле? В позитивном ли смысле она воспринимается вами? Обратная связь или нет? Это нужно тоже разбирать. То есть, ставите ли вы перед собой такие цели, которые дают настолько адекватную связь вам? Ставите ли вы перед собой цели, которые вообще дают адекватную связь? Обратную связь, я имею в виду. Если вы ставите перед собой цели, которые обратной связи не дают, в принципе, не дают обратной связи, то это уже повод для того, чтобы задуматься над тем, а правильно ли вы? Для чего вы ставите себе цели? То есть, если человек ставит себе цели, которые он заведомо, например, выполнить не может, или заведомо реализовать не может, то это либо ложные цели, либо цели, которые важны со своей вторичной выгодой. Не первичной выгодой, а вторичной. Это тоже очень-очень важно понимать. Ну, просто, просто, просто потому что, просто потому что, ага, по-другому воспринимать то, что вы делаете, например, да, у вас получится крайне вряд ли. Потому что без этих двух элементов картина будет неполной. И неполной она будет практически-практически всегда. Вот. Ну и последний элемент, который я считаю важным, это адекватное восприятие обратной связи. То есть, если я что-то делаю, вот, то как я чувствую то, что делаю? Как я отношусь к тому, что делаю? Нравится ли мне то, что я делаю? Какие эмоции вызывает у меня эта самая обратная связь? Вот это тоже нужно выяснять, это тоже нужно исследовать. И только через, только через работу с данными аспектами, только через анализ данных аспектов можно будет уже говорить о том, что вы, нет, не будете верить в свои силы. Я предпочитаю таких слов не использовать. Но я с убежденностью могу сказать, что вы будете знать, на что способны, вы будете понимать, чего ожидать, хотя бы от самого себя. Что, естественно, я надеюсь, я надеюсь, не может, не рад. Я надеюсь, что для вас это будет такой позитивный аспект, скажем так. И уже, когда вы будете знать, на что вы реально способны, что вы реально можете, я думаю, что это знание может обеспечить вам то, что вы сейчас называете верой. То есть верой и знанием в свои силы сольются воедино. И тем самым обеспечит вам достаточно комфортное, хотелось бы верить, достаточно комфортное состояние проживания и планирования своей деятельности. Вот. Я надеюсь, что мой ответ вот в таком виде вам поможет. Конечно, 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 существует и проблем, существуют и проблемы, которые могут стоять на пути к достижению результата. Проблемы эти, они, в первую очередь, связаны с страхами, возможными негативными установками. С ложными убеждениями, которые, скорее всего, есть у вас, с различными взглядами на себя, на свои силы, на свои возможности, на свои ресурсы. Вот. Все это, конечно, тоже достаточно негативно влияет. Вот. Поэтому я предлагаю вам поисследовать, я предлагаю вам поисследовать вот эти вот свои субъективные, так сказать, элементы. Вот. И посмотреть, есть ли за ними что-то или нет. Так. Это может быть, конечно, как самооценка, это может быть как уверенность в себе, это могут быть определенные страхи, это может быть постановка ложных целей, что угодно. Но факт остается фактом, и его нужно учитывать. Вот. Да? Вот. Вот. Вопрос вы задаете кратко, очень кратко. Вот. Вот. То есть, буквально, вот, два слова всего лишь, три слова. Что тоже интересно было бы поисследовать. Да? То есть, вот, почему так мало? Либо вы не верите в то, что вам могут помочь, это опять вопрос веры. Что тут, тут нужно не верить, да? Могут вам помочь, могут вам помочь, не верить, не верить нужно. А здесь нужно, нужно, нужно скорее просто действовать. То есть, вот. Есть проблема, проблема какая-то. Да? Вот. Ну, неприятная проблема, это безусловно, это понятно. Вот. Ее нужно решать. Проблему. Вот. Потому что она сама, ну, не уйдет, не уйдет. И если вам могут помочь, да, вот, если вы обращаетесь к людям за помощью, то вы просто берете эту, и пользуетесь с помощью, которую предлагают. И все. Если вы задаете вопрос просто для проформы, чтобы удовлетворить кого-то, то это тоже решение не из самых лучших. Потому что при отсутствии у вас желания работать, результата по итогу никакого не будет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Чтотит. bad. Продолжение следует...